Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Василя. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. В данном мастер-классе мы свяжем с вами круглый коврик. Вяжется он столбиками с накидом по данной схеме. Отличие только в том, что мы каждый третий ряд будем провязывать с отверстиями. Ну а принцип вязания такой же. Начиная со второго ряда мы делаем по 12 прибавок. Количество прибавок не меняется. В каждом ряду их по 12. Вязать я буду из хлопкового шнура 3 мм. Пряжа идет цельной нитью с градиентом. Коврик получился в диаметре 73 см. На данный коврик у меня ушло 500 метров. Остался вот такой небольшой остаток. Крючок я буду использовать номер 7. Итак, приступим к вязанию. Желаю всем приятного творчества. Делаем кольцо амигуруми. Обхватываем крест-накрест. С обратной стороны придерживаем мизинчиком. Заводим крючок под первую нить и захватываем вторую. Вытянули. Колечко отпускаем. Берем рабочую нить. И провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это у нас будет считаться как столбик с накидом. Первый. Далее в кольцо мы должны с вами набрать еще 11 столбиков с накидом. Для этого делаем накид на крючок, заводим крючок в кольцо, захватываем нить, провязываем 2 петельки и снова 2 петельки на крючке. Снова накид на крючок, 2 петельки и 2. Вот таким образом мы провязываем столбики с накидом и так далее провязываем столбики с накидом. Всего у нас, с учетом нашего первого столбика, в колечке должно получиться 12 столбиков. В процессе вязания колечко наше подтягиваем и провязываем дальше. Провязали первый ряд. Обязательно пересчитайте, чтобы у вас было 12 столбиков. Теперь мы берем наш кончик нити и мы должны будем затянуть отверстие наше. Берем его и тянем. Затянули отверстие. Теперь мы будем делать соединение. Вот у нас идет первый столбик из воздушных петель. Сверху него находим вот такую вот косичку. Заводим крючок, захватываем рабочую нить, вытянули и провязываем соединительный столбик. Далее я покажу вам два варианта, как сделать первый столбик следующего ряда. Набираем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Вот таким образом можно делать столбик следующего ряда. Первый. Либо сделать его по-другому. Вот эту нить мы вытягиваем побольше. На высоту столбика с накидом. И сейчас мы будем делать поворот слева направо. Заводим крючок как бы назад. Захватываем рабочую нить. Отпускаем крючок вниз и вперед. У нас на крючке образовались две петельки. Их провязываем вместе. Вот таким образом у нас получается имитация столбика с накидом. Можно делать таким образом. Тогда шва не будет видно. Далее. Во втором ряду мы будем провязывать по два столбика в каждое отверстие. То есть мы будем делать прибавки. Далее делаем накид на крючок. Снова в это же отверстие вводим крючок. И провязываем столбик с накидом. Далее снова накид на крючок. Находим следующее отверстие между двумя столбиками. Крючок мы вводим под данные косички. Провязываем один столбик с накидом. Снова накид на крючок. И в это же отверстие второй столбик. Вводим крючок с накидом. Провязываем до конца ряда. По два столбика в каждое отверстие. Довязываем второй ряд. Во втором ряду у вас должно получиться уже 24 столбика. Довязываем до конца. Сделаем соединение. Делаем соединение второго ряда. Находим первую косичку. Захватываем нить. И провязываем соединительный столбик. Вытягиваем петельку. Делаем оборот крючком слева направо. Захватываем рабочую нить. Крючок вниз и вперед. И две петельки на крючке провязываем. В третьем ряду по правилу идеального круга у нас должны идти прибавки через один столбик. Но так как мы в этом ряду будем делать отверстие, поэтому провязываем сейчас еще один столбик в это же отверстие. То есть делаем прибавку. Далее у нас должен идти одинарный столбик. Мы его провязывать не будем. Делаем одну воздушную петлю. Пропускаем одно отверстие. И в следующее мы провязываем снова два столбика с накидом. Один столбик и второй в это же отверстие. Снова делаем одну воздушную петлю. Пропускаем одно отверстие. В следующее провязываем два столбика с накидом. воздушная петля пропускаем одно отверстие и провязываем 2 столбика довязываем третий ряд до конца и делаем соединение на следующий ряд в четвертом ряду у нас между прибавками уже будет по два одинарных столбика провязываем еще второй столбик в это же отверстие далее провязываем 2 столбика одинарных 1 столбик и 2 где у нас отверстие идет далее основа провязываем 2 столбика в одно отверстие и 2 одинарных столбика и и таким образом довязываем четвертый ряд до конца делаем прибавку между прибавками по два одинарных столбика довязываем до конца 4 ряд также можно уже вот этот кончик нам с вами спрятать и этого берем крючок поменьше и заводим нашу нить вот здесь вот между петлями в первом ряду вот таким образом продеваем ее вдоль первого ряда и нить обрезаем в пятом ряду между прибавками у нас уже будет по три одинарных столбика провязываем еще второй столбик и теперь провязываем три столбика одинарных далее снова будет прибавка 1 1 2 и 3 следующие отверстия мы уже провязываем прибавку 1 столбик и в это же отверстие 2 далее три столбика одинарных и снова прибавка итак провязываем пятый ряд до конца между прибавками провязываем по три столбика одинарных довязываем до конца делаем соединение на шестой ряд шестом ряду мы с вами будем делать отверстие провязываем еще один столбик с накидом далее делаем одну воздушную петлю пропускаем одно отверстие во второе отверстие провязываем столбик с накидом следующее отверстие снова провязываем один столбик с накидом далее делаем одну воздушную петлю пропускаем следующее отверстие во второе провязываем два столбика с накидом далее после прибавки мы снова делаем воздушную петлю пропускаем одно отверстие следующие два провязываем по одному столбику затем снова воздушную петлю пропускаем одно отверстие в следующее два столбика с накидом в одно отверстие и таким образом в шестом ряду между прибавками мы провязываем одну воздушную петлю 2 одинарных столбика и снова одна воздушная петля и прибавка идет то есть по правилу идеального круга в шестом ряду у нас должно между прибавками идти 4 столбика с накидом мы просто два крайних столбика заменили на воздушную петлю далее провязываем до конца ряда и в конце ряда у вас закончится воздушной петлей делаем соединение и переходим на седьмой ряд в седьмом ряду между прибавками мы будем провязывать по 5 столбиков с накидом провязываем еще один столбик вот у нас прибавка далее провязываем один столбик в отверстие провязываем еще один столбик здесь над столбиками также по одному столбику провязываем и в отверстие снова провязываем один столбик у нас получилось 5 столбиков 1 2 3 4 5 и снова делаем прибавку один и в это же отверстие провязываем второй столбик далее снова провязываем 5 одинарных столбиков 5 столбиков и снова делаем прибавку 5 столбиков и снова делаем прибавку так провязываем до конца седьмой ряд между прибавками делаем по 5 столбиков довязываем до конца вот мы провязали уже 7 рядов и я хочу еще вам порекомендовать если вы вяжете первый раз рассчитывать каждый ряд то есть вот мы начинали с 12 столбиков затем здесь у нас 24 и последующие ряды провязав пересчитываем допустим вот в седьмом ряду между прибавками мы провязывали по 5 столбиков прям проходите по кругу и между прибавками пересчитываете в конце допустим мы провязывали 5 столбиков так как начиналось у нас удвоение это будет лучший вариант так как при провязывании если вы увидите что на предыдущих рядах у вас где-то ошибка вам придется распускать и это будет очень трудоемко поэтому лучше пересчитать далее мы переходим к вязанию 8 ряда делаем еще один столбик вот у нас прибавка и теперь в восьмом ряду между прибавками у нас будет по 6 одинарных столбиков провязываем 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 и делаем прибавку 1 столбик и в это же отверстие провязываем второй и снова после прибавки мы провязываем 6 одинарных столбиков 6 столбиков и прибавка и так довязываем до конца между прибавками по 6 столбиков в девятом ряду мы снова будем провязывать отверстие провязываем еще столбик в это же отверстие вот у нас прибавка теперь делаем воздушную петлю пропускаем одно отверстие и следующие 2 провязываем по одному столбику с накидом 1 и 2 затем снова делаем одну воздушную петлю пропускаем отверстие и следующие 2 провязываем по одному столбику далее снова делаем одну воздушную петлю пропускаем и уже в следующую провязываем 2 столбика провязали прибавку после прибавки снова делаем воздушную петлю пропускаем отверстие провязываем 2 столбика снова воздушная петля пропускаем и 2 столбика провязываем снова воздушная петля пропускаем одно отверстие и провязываем прибавку и так довязываем до конца ряда получается между прибавками мы провязываем 1 воздушную петлю 2 столбика 1 воздушная петля 2 столбика и снова 1 воздушная петля и вот таким образом чередую довязываем до конца так как мы начинали здесь с прибавки в конце у нас будет воздушная петля провязываем 10 ряд делаем еще 1 столбик далее после прибавки мы провязываем по 8 столбиков следующее отверстие провязываем 1 где у нас идет дырочка провязываем 1 столбик далее 2 столбика снова дырочку опять где 2 столбика по одному в отверстие и уже здесь провязываем прибавку получается между прибавками мы в десятом ряду провязываем по 8 столбиков 1 2 3 4 5 6 7 8 и прибавка таким же образом довязываем весь десятый ряд до конца самостоятельно делаем соединение перейдем на 11 ряд 10 ряд у нас заканчивается столбиком дырочку делаем соединение и переходим к одиннадцатому ряду делаем снова столбик 1 и теперь мы провязываем уже 9 столбиков одинарных далее прибавка будет провязываем 9 столбиков провязали 9 столбиков и делаем прибавку получается в одиннадцатом ряду между прибавками мы провязываем 9 столбиков и так довязываем до конца одиннадцатый ряд в двенадцатом ряду мы провязываем отверстие делаем еще один столбик и воздушную петлю воздушную петлю пропускаем одно отверстие следующие два провязываем по одному столбику с накидом снова делаем воздушную петлю снова делаем воздушную петлю пропускаем одно отверстие провязываем два столбика снова воздушная петля снова воздушная петля пропускаем провязываем еще два столбика снова воздушная петля и уже в следующее отверстие пропускаем одно и в следующее провязываем два столбика в одно отверстие получается в двенадцатом ряду между прибавками у нас получилось 1 2 3 4 отверстия и 3 пары столбиков далее также делаем воздушную петлю пропускаем одно отверстие и провязываем два столбика в следующие два отверстия снова воздушная петля и все повторяется точно таким же образом довязываем до конца двенадцатый ряд делаем соединение и перейдем уже на тринадцатый тринадцатый ряд делаем еще один столбик в тринадцатом ряду между прибавками у нас будет по 11 столбиков с накидом провязываем следующее один столбик далее идет отверстие второй столбик третий четвертый идет над столбиками третий четвертый идет над столбиками восьмой в отверстие девятый десятый над столбиками и одиннадцатый в отверстие далее следующее отверстие мы провязываем два столбика делаем прибавку один столбик и второй далее снова провязываем одиннадцать столбиков и делаем прибавку и так довязываем до конца четырнадцатый ряд делаем еще один столбик после удвоения мы провязываем 12 столбиков с накидом двенадцатый столбик и далее провязываем удвоение 1 столбик и в это же отверстие второй столбик далее провязываем снова 12 столбиков с накидом 1 раз и после 12 столбиков делаем прибавку пятнадцатый ряд у нас будет с отверстиями сразу провязали вот два столбика сделали удвоение делаем воздушную петлю пропускаем одно отверстие следующие два провязываем по одному столбику с накидом далее снова одну воздушную петлю пропускаем одно отверстие следующие два по одному столбику снова воздушная петля пропускаем еще два столбика воздушная петля воздушная петля снова пропускаем два столбика одинарных далее воздушная петля пропускаем одно отверстие отверстие и в следующее провязываем уже прибавку и второй столбик в это же отверстие в пятнадцатом ряду у нас между прибавками 1 2 3 4 5 отверстий и 4 пары столбиков между ними далее снова делаем воздушную петлю пропускаем отверстие и провязываем точно такой же элемент вяжем 16 ряд сразу же провязали прибавку сделали удвоение далее провязываем 14 одинарных столбиков в каждое отверстие мы провязываем по одному столбику и довязываем до прибавки провязываем 14 одинарных столбиков с накидом отдыхаем подсора и это подсора как чтобы как вы каким мы мы на 14 столбиков и теперь мы делаем прибавку итак провязываем далее после прибавки мы провязываем 14 столбиков вяжем так до конца 16 ряд вяжем 17 ряд после прибавки в семнадцатом ряду мы провязываем 15 столбиков провязали 15 столбиков и далее делаем прибавку один столбик и второй столбик в то же отверстие далее снова провязываем 15 столбиков и делаем прибавку так провязываем до конца 17 ряд 18 ряд у нас с отверстиями делаем столбик еще один вот у нас прибавка идет далее после прибавки мы делаем воздушную петлю пропускаем одно отверстие следующие два провязываем по столбику с накидом снова воздушная петля пропускаем одно отверстие следующие два провязываем по столбику снова воздушная петля 1 пропускаем два столбика провязываем воздушная петля пропускаем два столбика воздушная петля воздушная петля снова два столбика делаем воздушную петлю пропускаем одно отверстие и уже в следующем мы провязываем два столбика в одно отверстие делаем прибавку далее снова воздушная петля после прибавки пропускаем отверстие и вяжем точно таким же образом снова два столбика следующие два отверстия и так у нас между прибавками получилось раз два три четыре пять шесть отверстий между ними по два столбика идет далее вяжем точно таким же образом довязываем 18 ряд 19 ряд провязываем второй столбик и провязываем 17 столбиков до прибавки провязываем в каждое отверстие по одному столбику и по столбику над предыдущими столбиками и после прибавки снова провязываем 17 столбиков и так вяжем до конца 19 ряд 20 ряд провязывается также без отверстий и в двадцатом ряду между прибавками провязываем 18 столбиков 19 и 20 ряд провязываем самостоятельно 21 ряд у нас с отверстиями сразу же провязываем прибавку делаем воздушную петлю пропускаем одно отверстие и в последующие два вяжем по одному столбику с накидом снова воздушная петля пропускаем и провязываем два столбика чередуем через каждые два столбика мы провязываем отверстие делаем прибавку и вот у нас между прибавками получилось 1 2 3 4 5 6 7 отверстий я провязала 21 ряд с отверстиями далее 22 ряд без отверстий между прибавками у нас 20 столбиков и 23 ряд между прибавками у нас идет 21 столбик теперь мы сделаем уже вязку края заводим под косичку крайнюю вытянули и провязываем соединительный столбик далее точно также вводим в отверстие и провязываем по краю соединительными столбиками сильно не затягивайте чтобы у вас край не был стянут обвязали край обрезаем нить и кончик нити мы должны с вами спрятать заводим под косичку крючок вытягиваем нить и заводим вот сюда и так мы завершили вязать круглый ковер теперь немного расскажу про уход стирать ковер из хлопкового шнура можно вручную либо в стиральной машине при 30 градусах отбеливатель использовать нельзя сушить на ровной поверхности нельзя сушить на солнце на батареях после просушки можно также отпарить утюгом либо положить сверху хб ткань и слегка его прогладить надеюсь в данном мастер-классе вам все было понятно если остались какие-то вопросы пишите в комментариях обязательно отвечу подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной пока 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 пока